Здравствуйте! Сегодняшнюю программу не могу не начать с хрестоматийной фразы, принадлежащей нашему видному ученому-селекционеру Ивану Владимировичу Мичурину. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Удается ли брать милость у природы? Мы сегодня узнаем у ученого-селекционера, руководителя лаборатории садовых, ягодных и декоративных кустарников Дальгау Александра Зарицкого. Александр Викторович, добрый вечер! С полгода назад в одной уважаемой амурской газете я прочитал о том, что зарубежные ученые вывели огурец со вкусом, ну в общем со вкусом совершенно не характерным для него. Я подумал, что это шутка, и вдруг в альфа-каналовских новостях узнал, что наши ученые занимаются примерно тем же, вывели жимолость со вкусом, ну чуть ли не банана или земляники. Вот скажите, подобное вмешательство в устоявшиеся законы природы, это попытка устранить некие ошибки, заложенные еще со времен Адама, или это некий способ самовыражения? Ну, доля самовыражения, конечно же, здесь присутствует. Хотя, скажем так, вкус – это не всегда прогнозируемый признак. Ну, то, что касается жимолости со вкусом банана, это, скажем так, является сортовым признаком, но это не было целью выведения, чтобы получить именно вкусовые качества банана. Каков смысл создавать культуру со вкусом другой культуры? И какую научную ценность представляют вот эти эксперименты? На самом деле смысла создавать одну культуру со вкусом другой смысл не имеет никакого. Ну, кроме как какого-то интересного факта. Имеет смысл другое – создавать фрукты и ягоды со все более лучшими качествами плодов. Вот это имеет смысл, это единственное, что имеет смысл. У нас ведь какой недостаток у всех наших местных фруктов, садоводы-любители все знают. Это сорвали с дерева грушу, пролежала она несколько дней, а на ней уже мухи летают, плодовые мухи завелись. То есть продолжительность хранения небольшая. Аналогично китайским фруктам они не могут бежать долго, ни в холодильнике, ни на прилавках. Поэтому у нас по этой причине получается отрасль плодоводства, в целом на Дальнем Востоке, невыгодной. Промышленным способом никто не занимается. Почему к нам фрукты-то везут? Хотя наши намного полезнее. И вот задача селекционеров – получать фрукты с хорошими вкусовыми качествами. Ну, наши, скажем, муссурийские груши не каждому по вкусу. Они довольно терпковаты, кисловаты бывают. И чаще зеленоватые. Да, зеленоватые, конечно, если их не вовремя сорвать. Тогда как в магазине продаются красивого цвета, фрукты, долго храняющиеся. Ночищенные. Да, до блеска. Ну, понял. Ладно. Александр Викторович, вот всем известна поговорка «Каждому овощу свой сезон». Вот прилагают ли наши селекционеры к тому, чтобы вот эта поговорка потеряла свой смысл? Да, усилия прилагаем. Это у нас такое, носит название такое научное. Создание сортов с разным сроком созревания. У нас есть небольшие подвижки в этой области, хотя это продвигается очень трудно. Ну, все мы знаем, что вот для жимовости один сезон, для смородины другой. Ну да. Немножко поэтому пытаемся выводить сорта раннего и позднего срока созревания. Ну вот, есть небольшие успехи в селекции груши. То есть у нас один перспективный сортообразец есть, который созревает 8-10 августа. Чем вы можете гордиться? Какие растения, какие плоды, какие приносят радость, грелют душу работникам лаборатории? У нас сейчас три основных культуры, селекцией которых мы занимаемся. Это вот жимовость, это груша и черная смородина. То есть по этим трем культурам ведется селекция. Ну, в рамках того финансирования, которое у нас осуществляется. Ну, есть достижения, мы их сохраняем. Это сорта абрикоса, выведены глинщиковые файнованы, сорта малины, сливы, вишни войлочные. Я правильно понимаю, что вам не дают покоя садоводы-любители, коих в Благовещенске достаточно много? Да, бывают, даже звонят. Ну, вы так, с сожалению, сказали, наоборот, ведь по идее радоваться должны. Да нет, почему? Очень меня радует, что мы довольно часто звонят, интересуются. Мы, собственно, работаем на садоводов-любителей. У нас здесь промышленного садоводства нет в области. Все садоводство на любителях держится. Они к нам обращаются и за саженцами. Ну, мы не можем обеспечить, скажем, всю Амурскую область посадочным материалом. Ну, что вырастили, то... Но это потом может размножаться, распределяться условно по соседям, по друзьям и так далее, да? Или нет? Не всякий садовод-любитель может размножить то, что получает у вас. Покупает или получает? Покупает. Покупает, да. А вот скажите, что вы с собой принесли? Это у нас что? Это такая жимолость? Это такая смородина? Или это, ну, чем вы сказали? Ну, это, скажем так, наше новое направление исследований. У нас лаборатория не только плодово-ягодных, но и декоративных культур. Это одно из перспективных направлений сейчас. Почему мы его взяли, скажем так, денежных? Это спирея. Декоративный кустарник, который может использоваться в озеленении. Почему он в горшочке? Дело в том, что, ну, вот у нас в какое время обычно садятся деревья? Ну, я привык, что весной. Весной либо осенью. Весной либо осенью. При использовании вот такой технологии выращивания в контейнерах вы его можете посадить даже сейчас. Болеть он не будет. То есть, у него закрытая корневая система и садовод. И вот такие цветочки, да, красивые, приятные. А рядом растения, это огурец, мне напоминает. Нет, это не огурец, это бересклет. Это тоже декоративный кустарник, мало используемый у нас в городе в озеленении. Почему? В озеленении. Ну, сложно сказать, но, видимо, раньше делали ставку на тополяка, рогачи и прочие легко размножаемые растения. Этот может использоваться как в живых изгородях, так и как отдельные деревья. То есть, легко подвергается стрижке. Вот вопрос, наверное, чуть шире, он выходит за рамки вашей лаборатории. Вот селекционная школа области вообще. Если можно, что он на сегодня с собой представляет? Это специалисты, материальная база, финансы. Если вы в курсе, было бы интересно. Ну, что касается селекционной школы, здесь у нас, наверное, основные направления – это СОЭ, потому что у нас СОЭ-сеющий регион. Значительную часть СОЭ – это, конечно, институт СОЭ, то есть, начиная со школы Золотницкого, когда создавалась сначала опытная станция, а потом позже в НИИ – Всероссийский научно-исследовательский институт СОЭ. Селекция зерновых культур – это школа Одноконя Якова Михайловича, первого ректора БСХ. Сейчас, ну, это Пушкин Борис Иванович, продолжатель дела, ныне покойный. Ну, и сейчас продолжает селекцию Терехин Михаил Васильевич, то есть, это селекция зерновых культур. Ну, что касается плодовых культур, тут тоже школа довольно старая, то есть, начинал еще Ефремов Иван Антонович – это конец XIX века, садовод-энтузиаст. Собственно, сорт Ефремовская Яблони до сих пор выращивается садоводами-любителями и прекрасно себя чувствует. То есть, можно смело говорить, что у нас есть свои традиции, которыми мы здесь, в нашей области, гордимся. Да, безусловно. И вопрос такой, знаете, он несколько, наверное, лиричный, да, и совершенно личный при этом. А чувствует ли селекционер себя властителем природы? Сложно сказать. Нет. Вы знаете, нет. Хотя, наверное, этот вопрос надо задавать не селекционеру, а человеку. А вот вы, как человек, чувствуете себя властителем природы? Скажем так, я чувствую себя человеком, который познал некоторые процессы. Тайны. Да, тайны. Некоторые тайны. Ну, я желаю, чтобы не некоторые, а многие тайны природы вам открывались, и не только вам, сотрудникам вашей лаборатории, всем селекционерам нашей Амурской области. Успехов вам. Спасибо. И спасибо за то, что пришли к нам на программу. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!